В респираторе, перчатках и специальной одежде. С коронавирусом это никак не связано. Обрабатывать семена средствами защиты растений иначе не положено. На Атимарской птицефабрике сейчас каждый день успевают протравить порядка полусотни тонн. Это как раз столько, сколько успевают израсходовать работающие в поле пассивные комплексы. Наподобие вот этого. Тракториста от внешних воздействий защищает почти герметичная кабина. К нам он выходит, надев маску, да и то держится на почтительном расстоянии. В течение рабочей смены изоляцию соблюдать получается само собой. Социальная дистанция составляет не жалкие полтора-два метра, а измеряется, как правило, километрами. В расчете на те случаи, когда обеспечить рекомендуемое расстояние между людьми не удается, на Атимарской приняли организационные меры. Мы стараемся, чтобы механизаторы вместе не скапливались. Там утром они приходят некоторые, например, пораньше, попозже, по отдельности. И все по своим агрегатам работают, все по отдельности. На севере, например, только четыре человека, на культивации там по одному человеку, на складе тоже два человека. Такого большого скопления нет. Обед развозим прямо по полям, тоже столовой не обедаем. Мы кормим прямо на полях. Посевные агрегаты этого типа, которые давно и успешно используются и в Атимарской, и в других хозяйствах Мордовского агропромышленного объединения, надежны и производительны. Этот, к примеру, каждые сутки обрабатывает площадь до 200 гектаров. У нас посевная началась рано. Мы 4 апреля уже выехали сеять, пустили два посевных агрегата. У нас сева ранних зерновых где-то 3600 гектаров. Из них уже около 900 гектаров мы посеяли. Кроме ранних зерновых, у нас 2500 в центральном отделении и 1000 гектаров в другом отделении кукурузы на зерно. Но эту кукурузу по этой погоде, я думаю, начнем попозже, потому что тепла пока нет, а кукуруза теплолюбивая культура. Каждые сутки эти марские механизаторы засевают 400-450 гектаров. С учетом того, что всего под яровые культуры в этом году здесь отведено 3100 гектаров земли, на завершение сева потребуется около 6 дней, максимум неделя. Но это, конечно, при условии, что погода будет благоприятной. К посеянным осенью, а зимым культурам погода оказалась благосклонной. Опасных агрометеорологических явлений, которые наблюдались в прошлом и позапрошлом годах, этой зимой не было. По этому году ледяной корки не было. И в пребывании я не видел ни на одном поле на зимах, чтобы вода стояла. Воды в этом году нет. А зимы сохранились почти полностью. Есть, правда, из них слабые, но мы уже осенью их подкормили. На старшее время ведем барнование о зимах. Барнование многолетних трав и зяби на землях Атимарской уже завершили. Их площади в этом году составляют, соответственно, 1100 и 5600 гектаров. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости из Атимара.